В руках у девушек пистолеты Ярыгина. Такие в том числе сегодня стоят на вооружении у пограничников. Шесть патронов, из них три в зачет. Расстояние до мишени 25 метров. Девушкам советуют забыть обо всем и думать только о прицеле. Но справиться удается не всем. Стоя на огневом рубеже девушки заметно волнуются. Оружие в руках они держат, конечно, не в первый раз, но вот стрелять в рамках конкурса приходится нечасто. Прапорщик Светлана Горохова признается, участие в подобном конкурсе – опыт для нее новый. Ну или почти новый. В последний раз участвовала в конкурсе красоты в далеком детстве в родном Нижнем Новгороде. Все родственники, все друзья болеют, поддерживают. Действительно, это большой опыт. И как в творческом как-то открыла себя с другой стороны в плане стрельб, можно сказать, что не знала, что могу так хорошо стрелять. Иногда. На огневой рубеж сегодня вышли 10 девушек. Все они сотрудницы службы в городе Сочи пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. Мы проводим это мероприятие в канун 8 марта для того, чтобы показать, что наши женщины и прекрасные дамы не только заботятся о наших семьях, но и вместе с нами в одном строю защищают наши необъятные границы. Стрельба из стабильного оружия – это только первый из этапов конкурса «Краса границы». Уже завтра конкурсантки выйдут на сцену Зимнего театра. Там им нужно будет в интересной форме рассказать о себе и своей профессии, продемонстрировать свои творческие способности. Еще один этап – это дефиле. Не только в военной форме, но и в вечерних платьях. В нашем конкурсе мы хотим показать, что милые, нежные женщины, девушки, служащие на границе, могут быть еще и целеустремленными, волевыми, исполнять профессиональные приказы. То есть девушки – это сила нашей границы. По итогам конкурса испытаний жюри определит красу границы, первую и вторую вице-миссы и еще победительниц в семи номинациях. Конкурс, говорят организаторы, уже второй год подряд показывает, что красавицы в погонах в нашей стране могут абсолютно все.